Всем привет! С вами Наталья Мапола. И сегодня мы с вами будем плести вот такой интересный браслетик или жгут на шее. Украшение такое интересное. Схема плетения называется ажурный жгут в цветочек. Мы будем делать с вами непосредственно браслет. Я покажу, как сделать украшение своими руками от начала до конца. Если вам нравится такое украшение, то оставайтесь со мной и мы начинаем. Итак, для создания такого браслета нам понадобится бисер нескольких цветов. То есть вы должны определиться, сколько цветов. Вы можете сделать цветочки однотонными, можете сделать в трех цветовых решениях, как у меня на этом жгутике. Можете два цвета использовать и основной цвет, который будет у нас основой. Я буду плести свой браслетик. Основой беру вот такой цвет, салатовый, очень яркий, красивый. И у меня будет два цвета. Цветочка, это желтый и вот такой бирюзовый. И еще такой момент. Если вы хотите, чтобы ваш жгут был такой пластичный, мягкий, как гусеничка, такой вот интересный, то берете нить для плетения. Если вы хотите немножко пожестче украшение создать, тогда будем плести на мононите. Итак, приступаем. Заправляем мононить, либо нить для плетения, для бисероплетения в иглу. Итак, набираем 8 бисерин основного цвета. Набрали 8 бисерин и спускаем их вниз, в конец нашей лески. Леску, не сказала, берите подлиннее, чтобы нам хватило на жгутик. И иголочкой проходим навстречу. Еще раз. Через все бусинки набранные проходим. Вот так. Затягиваем. И завязываем на узелочек. Раз. Два. И три. Я обычно делаю три узелочка, чтобы было надежнее. Вот так. Далее. Проходим через одну бисеринку вперед и начинаем плести. Просто мы это делаем для того, чтобы нам этот узелочек не мешал. Вот так мы вышли. Вот у нас 8. Образовалось колечко вот такое. И мы начинаем наше плетение. Для этого я набираю на иголочку три бисерины. Раз. Два. Три. Три бисеринки. Далее. Отступив две бисеринки основы, я вхожу в третью. То есть вот я выхожу отсюда. Две бусинки я пропускаю. А в третью бусинку я прохожу. Вот так. Вот у нас образовалась такая петелька. Первая наша петелька. Далее снова я набираю три бусинки на иголочку. Снова пропускаю в основании две петельки. Прошу прощения, две бусинки. И вхожу в третью. В третью. И подтягиваю. Вот у нас уже образовалось две петли из трех бусинок. Далее. Я снова набираю на иголочку три бисерины основного цвета. И вхожу, пропустив две бусинки в основании. Вот мы пропускаем. А следующая у нас идет бусинка, в которую мы должны войти. Вот центральная из этих трех набранных. Из предыдущей петельки. Вот в нее мы и проходим. Жгутик плетется на самом деле очень просто и легко. И получается очень-очень красивое украшение. Необычное, нежное. Очень интересное. Продолжаем. Точно так же набираем три бисеринки на иголочку. И проходим во вторую петельку предыдущего ряда в центральную бусинку из трех. Вот в эту. Проходим. На самом деле здесь нужно сделать столько петелек таких вот из трех бисеринок, сколько вам нужно скрыть под застежкой будет. То есть, вот эта вся часть начальная наша, вот вырисовывается уже, да, такой жгутик, она уйдет под колпачок. Она закроется. То есть, здесь вы должны сами рассчитать для себя, какое расстояние вам нужно проплести. Все равно оно спрячется в колпачке. Либо не будет у вас колпачка и вы наденете здесь бусину. То есть, это надо учитывать. Это на ваше усмотрение. Вы решайте сами, как, сколько вам здесь проплести. Я еще проплету. Я набираю еще три бусинки. У меня будет изделие спрятано в колпачке бижутерном. И прохожу в центральную из трех бусинок. Поэтому мне нужно здесь расстояние немножечко такое, чтобы было за что зацепиться к колпачку. Поэтому я проплетаю еще. Вот. И еще один раз набираю три бисеринки основного цвета. И прохожу в предыдущую петлю в центральную бусинку. Вот в эту. То есть, мы двигаемся по центральным петелькам, по центральным бусинкам, по петелькам вот этим вот. вот сюда заходим и затягиваем. Итак, мы проплели несколько рядов. Далее у нас идет в плетении цветочек. Мы набираем одну бусинку основного цвета, которой мы плетем основу. Далее мы набираем шесть бусинок цвета цветочка, которую вы для себя определили, которого цвета у вас будет цветочек. Мы набираем шесть бусинок. Шесть. И опускаем вниз весь набор наш. И далее что мы делаем? Мы проходим иголочкой в первые две вот эти набранные бисеринки. Вот так. Проходим снизу вверх. Затягиваем. Вот у нас получился первый цветочек. будущий первый цветочек. Далее набираем одну бисеринку основы и проходим вот в эту петельку в среднюю. Так же, как мы плели до этого. Вот так. Подтягиваем. И у нас уже цветочек один образовался. далее у нас по схеме идет, видите, три петельки, три бисеринки петля. Петля идет по ходу из трех бисеринок. Значит, мы тоже набираем три бисеринки основного цвета. три бисеринок. И проходим точно так же, как мы проходили в предыдущих рядах, вот в центральную из трех. Проходим. подтягиваем нить. Вот так. Далее поворачиваемся и смотрим. У нас далее идет по схеме цветочек. Значит, мы набираем одну бисеринку основы основного цвета. одну бисеринку. У меня зеленый, у вас тот, который вы выбрали. И далее у нас идет цветочек. Значит, мы набираем одну, вот основу я набрала, мы набираем шесть бусинок цвета, цветочка, который у вас идет дальше, который вы определили для себя. цвет. Опускаемся вниз и иглой проходим снизу вверх две первые бусинки цветочка. Таким образом мы замыкаем в круг набор наш и получается у нас вот такой цветочек. Он пока без серединочки, но серединка вплетается потом в процессе плетения. будем подплетать. Далее снова я набираю одну бусинку основного цвета и прохожу вот в эти две бусины предыдущего цветочка. Соединяю этот элемент и этот через одну бусинку и между собой соединяем цветочка два. вот у нас получилось два цветочка рядом. Далее у нас по схеме идет петля вот она из трех бусинок основы и мы набираем три бусинки основного цвета и проходим в центральную бусинку этой петли точно так же как были первые ряды продолжаем затягиваем нить не забывайте подтягивать хорошенько вот у нас уже первый цветочек ниже на уровень желтенький выше на уровень у нас будет жгут по спирали цветочки идти по спирали проверяйте себя чтобы было все правильно и четко дальше мы набираем снова цвета сейчас мы сделали желтый цветочек значит следом мы делаем голубой чередуем набираем 6 бусинок опускаемся вниз и проходим иглой снизу вверх две первые бусинки из набора цветочка снизу вверх проходим и затягиваем леску вот так у нас уже получилось получается что три цветочка далее у нас идет впереди цветочек желтый вот тот что мы сделали и мы набираем одну бусинку основного цвета и соединяем между собой два элемента вот этот и вот этот для этого я прохожу в верхние две бусинки цветочка вот так и затягиваю леску на самом деле я плету на леске этот браслет первый раз вообще всегда я плела на нити не знаю получится или нет получится он более жестче скорее всего ну ни разу не пробовала попробуем далее у нас идет петля по ходу плетения из трех бусинок вот значит мы набираем три бусинки основы и проходим в центральную бусинку из трех вот в эту проходим затягиваем выравниваем чтобы нигде не зацепился нигде не повело изделие наше вот у нас уже один два и три цветочек далее снова у нас идет по схеме цветочек значит мы набираем на иголочку одну бусинку основного цвета далее мы только что сделали голубой цветочек значит у нас будет желтенький и мы набираем шесть желтеньких желтеньких бусинок опускаем наборчик вниз подвигаем и проходим иглой в первые две набранные зелененькую мы не трогаем именно в первые две проходим иголочкой снизу вверх и подтягиваем после цветочка снова мы набираем одну бусинку основного цвета и соединяем оба цветочка между собой вводя в верхние две бусинки вот так и так плетение будет повторяться далее плетем самостоятельно до нужного нам размера с учетом того что вы измерите запястье определитесь какой размер браслета вам нужен учтите что будет еще застежка советую замерить сложить элементы застежки вашей какая она будет будет ли это лобстер либо тоггл то есть вы выкладываете элементы таким образом как формируете застежку измеряете и измеряете ваше запястье отнимаете 3 см допустим если будет 3 см равняться ваша застежка вся конструкция и плетете нужной вам длины и прибавляете еще 1 см для 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 того что в конце мы будем вставлять вот в эти цветочки серединки и наш браслет даст усадку он немножко сожмется то есть на 1 см нужно сделать запас и так плетем до конца так как я вам показала и так вот я проплела жгут у меня 17 см получился жгутик с учетом того что сантиметр уйдет когда мы будем обшивать и я покажу как закончить жгут то есть так как мы начинали сначала как сделать более аккуратно чтобы не так расхлябанно мы так не поместим наш нашу сторону жгута в колпачок нам нужно здесь сделать уменьшение вот у меня ниточка выходит из голубой бусинки из цветочка далее мы будем проплетать только основным цветом бисера и так я набираю три бисерины и прохожу как мы проходили раньше вот в среднюю бусинку основы вот сюда проходим затягиваем далее снова набираю три бисеринки основного цвета и прохожу так же как мы набирали в цветочек вот как когда мы соединяли вот в две верхние цветочка прохожу затягиваю затем снова набираю три бисеринки основного цвета но теперь прохожу вот в эту петлю в верхнюю бусинку петли и затягиваю снова набираем три бисеринки то есть мы должны проплести столько бисеринок петелек из бисера сколько проплетали в начале и по ходу плетения у нас идет снова вот петелька из трех бусинок то есть мы входим в среднюю бусинку и подтягиваем и еще раз я набираю три бисеринки и захожу иголочкой вот в эту среднюю бусинку и далее вы смотрите сравниваете нужно вам еще проплетать или нет чтобы вот эти части были одинаковые мне нужно еще проплести я еще раз наберу три и пройду вот в эту среднюю бусинку нашей предыдущей петельки вот таким вот образом заканчивается очень плавно такой получается переход и ниточку закрепляем и обрезаем и так закрепляем ниточку в жгуте нам нужно выйти таким образом в жгутике ближе к первому цветочку то есть я должна пройти по некоторым бисеринкам чтобы закрепить ниточку сделать узелок и вот я захожу в зеленую и в две голубые бусинки первого цветочка то есть вот так должно быть получится мы заходим сюда иголочкой проходим далее я набираю одну бусинку контрастного цвета для серединки и прохожу по диагонали ввожу иглу мы заходили вот выходит ниточка сюда значит мы проходим вот так иголочкой в две синенькие бусинки цветочка и затягиваем ниточку берите подлиннее чтобы нам полностью хватило расшить цветочек серединками вот у меня выходит ниточка из вот этого из этой бусинки из цветочка дальше я разворачиваюсь прохожу пустой иголкой без бисера вот в эту бисеринку основы и в две бисеринки цветочка следующего вот так прохожу далее снова набираю одну бисеринку для серединки и прохожу вот в эти две бисеринки цветочка и в одну бисеринку основы снова затягиваю то есть у нас плетение будет идти по спирали мы будем вставлять в цветочки серединки вот таким вот образом затягивайте поплотнее и потуже чтобы бисеринка встала четко четко в центр вот так да я забыла сказать что бисеринки вот эти подбирайте под ваш размер который то есть под то отверстие которое образовалось вот здесь вот в цветочке то есть сначала я советую примерить вот бисер то есть он немножечко должен быть крупнее чем вот эти бусинки или такой же и далее проходим в две бусинки цветочка далее основа набираю бисеринку для серединки и прохожу по диагонали вот так и в бисеринку основы вхожу затягиваю ниточку то есть мы получается что расшиваем наш жгутик вторым слоем нити с добавлением бисеринок там где это необходимо снова я вхожу в две бисеринки цветочка верхняя то есть мы формируем заканчиваем формировать цветочек наш вот так далее я набираю снова одну бисеринку для серединки и вхожу вот в эти две бисеринки нижние цветочка и затягиваю ниточку далее снова вхожу в одну бисеринку основы и в две бисеринки цветочка и так далее расшиваем полностью расшиваем до конца самостоятельно вставляем в цветочки наши серединки и так вот я полностью закончила расшивать серединки цветочков на моем жгуте он уже практически готов теперь нужно нам прикрепить застежку и концевики для этого мы вначале примерим какие концевики нам подойдут больше всего какие вам покажутся наиболее красивыми да то есть либо так либо так вот и далее мы все как обычно делаем я беру пин с колечком отгибаю колечко далее беру основание этого колечка утка носами и загибаю получается вроде булавочки и далее забыла сказать вот здесь когда будете заканчивать плетение жгута в самом самом конце несколько раз пройдитесь просто иголкой мононитью по бисеринам закрепите ее эту часть чтобы в дальнейшем она у вас не не распустилась и не подвела вас далее мы вот так заводим в тело жгута нашу булавочку загибаем ее и застегиваем нам нужно завести вот этот хвостик в петельку таким образом чтобы не выскочила петля загибаем и вот я зажала наш пин в петельку и петельку плотно плотно поджала плоскогубцами вот так получилось со второй стороной делаем то же самое ну вот оба пина у нас на месте далее можно примерить шляпку эта шляпка будет велика мне такой вариант не нравится поэтому будем использовать вот такую шляпку видите в нее прекрасно вошел наш хвостик окончания нашего жгутика и все выглядит очень аккуратно и красиво я рекомендую перед тем как вы будете надевать концевики промазать края нашего жгута прозрачным клеем любым какой у вас есть у меня момент вы можете любой другой использовать клей главное чтобы он был прозрачным и так проклеиваем и надеваем наши красивые шляпки даем высохнуть и так продолжаем собирать наш браслетик далее вы можете примерить бусинки которые вам понравятся вот либо так либо желтую может быть вам понравится вообще без бусинок то есть это на ваше усмотрение и потом учитывайте размер жгута то есть его нужно измерить добавить столько сантиметров сколько будет занимать застежечка у вас и тогда уже от этого будет зависеть будете вы ставить бусинки либо вы обойдетесь без них так как уже будет вам ваш браслетик как раз я измерила длину моего браслета и мой браслет будет без бусинок вот здесь на конце я продолжаю сборку отгибаю краешек пина и откусываю кусачками лишнее оставив примерно 7 миллиметров далее беру круглогубцы и закручиваю в петельку петельку я буду делать такую внахлёст немножко для того чтобы прижать более плотно шляпку вот так то есть если вы посмотрите сбоку вы увидите что колечко не одинарное у нас а двойное мне кажется что так более крепче и более лучше сидит шляпка то же самое проделываем и здесь я отогнула откусываем лишнее и далее делаем колечко старайтесь сделать колечко в одном и том же месте круглогубцев чтобы колечки были одинаковыми чтобы было ваше украшение более красиво вот так далее нам осталось прицепить застежку и удлинительную цепочку для этого я беру соединительное колечко с той стороны где у меня будет удлинительная цепочка я креплю сразу цепочку и креплю и креплю непосредственно к жгуту и поджимаем аккуратненько ну вот я зажала мое колечко оно уже на месте никуда уже не выскочит ничего нигде не потеряется со второй стороны делаем то же самое мы берем соединительное колечко я креплю к нему застежку вот такую и креплю к жгутику закрываю колечко аккуратно соединяя обе стороны чтобы не было зазоров вот наш жгутик практически готов осталось к нему прикрепить бусинки все как мы делали ранее мы берем пин со шляпкой надеваем бусинку далее я отрезаю оставляя где-то миллиметров 7 и делаю петельку петельку также я буду делать двойную чтобы крепче сидела бусинка вот так поджимаю чтобы здесь ничего не царапало чтобы бусинка была аккуратная вот так делаем точно так же со всеми остальными бусинками ну вот я сделала петельки на всех бусинках и теперь их осталось присоединить к удлинительной цепочке одну в самом низу и через одну петельку и так прикрепляем наши бусинки к цепочке и так я закончила крепить наши бусинки к удлинительной цепочке браслета и мой браслет полностью готов такой он получился интересный такой достаточно объемный вот если вы захотите можете попробовать сделать для себя такое украшение либо на подарок если вам понравился мой видео урок мой мастер-класс пишите ваши комментарии пожелания ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всех люблю всех целую всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok